Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили ряду, тускулы, вылезли. Изов принят, уезжаем. Очередное авто пострадало в результате пожара. 14 июля в обледенное время на пересечении бульвара Гунаева и Рыскулова огнем оказалась охвачена автомашина марки Audi 80-й модели. По словам автовладельца, он двигался по бодибигби. Доехав до перекрестка, его догнали на авто и сообщили о возгорании. Меня догнала машина, и водитель сказал, что у меня горит внизу моторного отсека. Я остановился, ребята тут же подбежали с огнетушителями и помогли в тушении огня. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники противопожарной службы, пять человек личного состава и одна единица техники. Никто из пассажиров и водителей не пострадал. Автомашине нанесен значительный материальный ущерб. Примерно в час дня дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Жильдоксана и Байдурсынова. В результате спешки и невнимательности в аварии пострадали две автомашины марки Мерседес Бенц. Я только начал трогаться на перекрестке, двигаясь по Жильдоксан со стороны Куанаева. Пытался повернуть на Байдурсынова налево. Смотрю, замигал желтый свет светофора. Я начал выезжать вперед. Но в этот момент на красный свет по Жильдоксан со стороны аэровокзала проезжал Мерседес, и мы столкнулись. В результате аварии никто из пассажиров и водителей не пострадал. Автомашинам нанесен материальный ущерб. Степень вины обоих водителей установят сотрудники правоохранительных органов. Дорожное транспортное происшествие Это произошло ближе к 10 часов вечера по улице Турикулова в 20 метрах от пересечения улицы Адербекова. В аварии пострадали два автомобиля марки Ауди А6 и Нива. Правда, у водителя немецкого седана была своя версия столкновения. Я ехал и не заметил Ниву, которая пыталась проехать на ту часть дороги, хотя здесь сплошная разделительная полоса. Не заметил я автомашину, потому что здесь поворот. А то, что Нива пыталась совершить маневр, видно и на асфальте. Вот от нее следы. Договориться между собой автовладельцы так и не смогли. Теперь виновного определят инспекторы дорожно-патрульной службы. Договориться между собой автовладельцы так и не смогли.